МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Я. На сайт «Закон Божий» обращаются люди со своими проблемами, просьбами, вопросами. Вопросы разнообразные, касаются жизненных проблем. Ну, собственно, у каждого человека своя жизнь, он живет единственный раз, и первый. Конечно, есть проблемы, которые ему самому трудно разрешить. Поэтому обращается к священнику, потому что у священника большой опыт, он ведь обращается с очень широким кругом людей, поэтому может опираться на реальный опыт реальных жизней. Вот сейчас мы поговорим о отношениях, которые складываются, когда люди хотят создать семью. Вот первый вопрос. «Батюшка, уже год мы встречаемся с молодым человеком. Мы любим друг друга и хотели бы построить семью, но нам сказали, что мы не можем быть вместе, так как являемся крестными родителями девочки, нашей крестницы. На момент крещения нас никто не оповестил об этом. Мы не можем представить жизни друг без друга. Помогите советам, как нам быть?» Так вот, Анечка, такие ситуации бывают, но церковь милостивая и дала власть епископу, той епархии, в которой вы живете. Если в Москве, то это сам святейший патриарх. Или тот епископ, который возглавляет епархию, в котором находится ваш город или поселок. Узнайте, где находится епархиальное здание, и обратитесь туда письменно или лично придите и поговорите. Архиерей имеет власть дать разрешение на создание семьи даже в таком случае. Следующий вопрос. «Я встречаюсь с девушкой-мусульманкой, татарской национальности. Она мне очень подходит. Сиди русских девушек я никогда таких не встречал. Как мне быть в данной ситуации, когда мы планируем уже совместную жизнь? Менять религию она не собирается, и я мусульманство принимать тоже не собираюсь. Об этом даже речь быть не может. Расстаться уже я с ней не могу и не хочу. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, Владимир?» Мне кажется, что проблемы создания семьи с людьми, исповедующими разную веру, как правило, находят самый печальный конец. Потому что вы совершенно правы и тот, и другой, которые не хотят менять свои веры. Невозможно православному изменить Христу, изменить Церкви. И боюсь, что из такой семьи, как показывает опыт, ничего хорошего не получится. Если ваше чувство настолько сильно, что она захочет принять православие, повторяю, православная не может изменять своей вере, то дай Бог, чтобы вы были счастливы, и все будет хорошо. Но и ей принять такое решение очень трудно. Вот либо положитесь на волю Божию и дождитесь, когда вы поймете, что вы готовы стать чадами русской православной церкви и создать семью вместе. Либо, вот боюсь, вас ждут очень и очень большие скорби и несчастья. Чего бы, конечно, вам не хотелось бы пожелать. Я хочу обвенчаться с мужем. Муж не против, но он не верует в Бога. Говорит, что нет смысла. Как быть, Нина? Мне кажется, что нужно ждать. Ждать, пока муж добровольно не согласится с вами и с радостью не пойдет в храм, чтобы над вами совершилось это великое таинство. Таинство, венчание, в котором сам Господь благословляет любящих и верных супругов на жизнь, совместную жизнь здесь, на земле. А самое главное, чтобы и после окончания земной жизни вы бы не расставались бы и на небесах. Но для того, чтобы он свободно и осознанно и добровольно пошел на этот шаг, нужно терпение. Старайтесь быть сами активной христианкой. И помните, что вера не рассказывается, а показывается. Вот своей жизнью, своей любовью к Богу, к мужу, к окружающим, своим добрым нравом покажите ему совершенство православной веры. Тогда и он откликнется. И дай Бог, чтобы вы были счастливы, и чтобы ваш дом был полный чашей. Наша тема касается очень важной проблемы, с которой сталкиваются практически все люди, без исключения. За редким-редким исключением, это те, кто идут, допустим, в монахи. Речь идет о создании семьи, о регистрации брака и о венчании. И мне кажется, что те, кто хотят к этому таинству приступить, должны понимать, что они дают обет верности не только перед людьми, но и перед самим Господом Богом. И что брак, раз он совершается на небесах, он совершается раз и навсегда. И поэтому нужно очень напряженно взвешивать. Действительно, ты любишь своего избранника или избранницу? Действительно, ты готов пройти всю жизнь с ним? Всю жизнь? Вот с юности, вот пока вы прекрасные, эмоциональные, вот ваши эмоции столь горячи сейчас. А потом они как-то слегка ослабеют и ослабнут. Так вот, на всю ли жизнь хватит у вас тепла, любви, верности? Или вы в чем-то сомневаетесь? Если сомневаетесь, то лучше подождите. Вот нельзя нарушать слово верности, данное пред Богом. Нас спрашивает Елена, и я бы сказал, что это вопрос, вопрос, собственно, который стоит перед каждым из нас. Прошу совета, как воплотить в жизнь то, что написано в Евангелии? Отчего это так трудно и почему никак не получается делать на практике то, что написано в Евангелии? Да, к сожалению, вот так оно и есть. Господь ставит перед нами задачи, которые простыми человеческими силами невозможно достичь. Норма – это святость. Вот грех – это не норма. Вот быть святым – это нормально. А быть грешным – ненормально. Вот мы все в таком смысле ненормальные. И, как видите, вот оглянуться вокруг, конечно, святые есть, но как их мало. Вот, Леночка, дай Бог вам найти ответ на этот вопрос, но он стоит передо мной так же, как и перед вами. И вот будем надеяться на милость Божья и помощь Божьей, молитвы святых, чтобы и мы нашли ответ на этот самый, собственно, главный вопрос. Вот такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, насколько часто надо причащаться новоначальному христианину? Этот вопрос решается индивидуально. Нужно подойти к священнику того храма, в который ты будешь ходить, и задать этот вопрос, потому что такой общецерковной практики нет. Ну вот я как-то воспитывался в практике такой, что надо причащаться сравнительно часто. Один-два раза в месяц. Ну, может быть, даже и чаще, если решить с духовником. То есть достаточно часто и регулярно. На первых этапах вступления в церковь, конечно, нужен такой доброжелательный духовный контроль со стороны духовника, который бы указывал вам, как нужно поступать. Время нашей передачи подошло к концу. Но мы прерываемся, я надеюсь, что ненадолго, и постараемся вновь встретиться в эфире и вновь ответить на вопросы, которые вы пришлете на сайт «Закон Божий». Господь да благословит всех нас и подаст вам милость и радость, которые сопутствовали бы вам все дни вашей жизни. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»